Почитай Бога своей жизнью, и Он вознаградит тебя. Я хочу начать со слов изучения Иисуса. Иоанна 12, глава 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Последнее предложение является кульминацией «Отец почтит того, кто служит мне». Если вы будете служить Господу, Бог почтит вас. Видите ли, я намеренно хочу обратить и привлечь ваше внимание к тому, как вы понимаете свою веру. Многие из нас проповедуют идею о том, что, когда мы рождаемся свыше и совершаем исповедание своей веры в Иисусе, мы верим в новое рождение. Я тоже в это верю. Это дар, его не зарабатывают, не квалифицируются, чтобы его получить. Бог совершает это. Он дает нам праведность во Христе. Дар чудесен. Но то, что мы делаем с нашей жизнью после нашего рождения, является выражением той ценности, которую мы придаем этому дару. Если мы будем чтить Бога нашими жизнями, если будем служить Господу, Он вознаградит нас. Когда я приду в свое царство во славе своей, ты будешь сидеть на троне, судя одну из колен Израильева. Мы не будем все сидеть и судить одну из колен Израильева. Это был уникальный в своем роде ответ Господа Петру и остальным ученикам, которые последовали за Иисусом без первоначального приглашения. Вы и я в нашем поколении имеем возможность почитать Господа нашими жизнями. Иисус сказал, кто мне служит, того почтит мой отец. В другом стихе ранее во всей этой истории написано, что любящий душу свою погубит ее. Я думаю, что здесь использован не совсем точный перевод. В греческом в данном месте используется слово «суке». Обычно его используют для обозначения души. Вы — сложное творение. У вас есть тело, но вы есть дух, у которого есть тело. Вы живете в теле и имеете душу. Ваша душа — это ваша воля, разум и эмоции. Иисус говорит, что человек, любящий свою душу, любящий свою волю, свой путь, полностью посвященный своим мыслям, ставящий свои эмоции на первое место, погубит свою душу. Но тот, кто ненавидит или умаляет душу свою в этом мире, сохранит ее для вечной жизни. Кто мне служит, мне допоследует. Это приглашение для переориентации и становления последователем Иисуса Христа. Быть последователем не значит заседание в церкви, обладание Библией, следование какому-то нравственному коду, но быть подчиненным Иисусу. Он — Господь. Но есть и нелепая часть для всех нас в этом. Ярлык с надписью «Война». Во мне есть что-то, что желает быть независимым. Я — бунтарь по природе своей, так живы. Это и есть благая весть Иисуса. С новым рождением, с принятием Иисуса своим Господом, Дух живого Бога приходит и начинает обитать в нас. И мы имеем внутри силу изменяться. Разве это не благая весть? Мы не должны побеждать зло самостоятельно. Мы не пытаемся преобразить наш характер сами. Но есть сила, которая может помочь нам, если мы смирим себя. В покаянии и покорности повернем наши лица к Господу. И Он поможет нам стать другими людьми. Христианство — это приглашение к преображению, к тому, чтобы быть другими в этом мире. Целью нашей веры является неполучение помощи Бога-Создателя. Нам, в наших путях, но Его помощь в нашем внутреннем превращении. Посмотрите следующий отрывок. Первое послание Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Это очень важная идея, которую нужно иметь в своем сердце. У нас есть настоящая жизнь, но есть будущая жизнь. И между ними различия. Наша настоящая жизнь диктуется нам плотью и земной оболочкой. Будущая жизнь, имеющая абсолютно иные параметры, — еще неизвестный нам опыт. Мы не будем иметь ограничений. У нас будет новое тело. Но больше всего, что только можно увидеть в Царстве Бога, вы увидите всю Его славу. И вот обетование. Выбор, который мы сделаем в этой жизни, будет определять наши возможности в будущей жизни. Мне сказали, что я уже рожден свыше. Я бы назвал это больше пропуском для входа. Но это не означает, что вы готовы для служения в будущей жизни. Данные возможности определяются тем, какой вы делаете выбор в этой жизни. Если Бог говорит, что не может доверить нам временные вещи, как же Он может нам доверить истинные сокровища? Какими бы ни были задания в нашей жизни, какой бы ни была наша ответственность, мы хотим научиться почитать Господа. Я принес вам целую горсть, коллекцию различных библейских представителей и их истории служения Господу. Все вы с ними знакомы. Я правда верю, что лучше всего их можно понять в контексте урока даяния. Как же отдавать свою жизнь на цели Божии? Мы коснемся этой темы, но она второстепенна. То, чему стоит учиться, это как отдавать свою жизнь, и что это означает. Будет ли это удовлетворительным? Стоит ли оно того? И зачем мне это делать? Самый простой ответ — Бог вознаградит вас. Если вы не можете доверять Ему в Его вознаграждение вам, вы не можете верить Ему о вашей вечности с Ним. А если вы доверяете Ему вашу вечность, то я предлагаю вам погрузиться в Него настолько, насколько это возможно. Начну с Авраама. Мы встречаемся с Ним в бытии. Бог приглашает Авраама. Если ты оставишь место проживания своего и пойдешь в землю, которую я покажу тебе, я возвеличу твое имя, произведу от тебя потомство в таком множестве, как звезды или песок на берегу морском. И все народы и нации на земле будут благословлены через тебя. У Авраама и его отца не было даже грузовика для перевозки вещей. И он вернулся в свой дом и закричал, «Сара, мы переезжаем». А она была достаточно разумной женщиной и ответила, «Хорошо, куда?» А он ответил, «Я не знаю». В данном месте разговор пошел в южном направлении, и она спросила, «А зачем нам это делать?» А он сказал, «Бог проговорил ко мне». Что правда? И что же он сказал? Он сказал покинуть это место, обещал возвеличить мое имя, «Обещал, что у нас будет потомков как звезд на небе, и все люди на земле благословятся через меня». Я думаю, что продолжение разговора не записано в Библии с определенной целью. Но они покинули место, где жили. Собрали свое имущество и отправились в путь. Прошел день, неделя, месяц, закончился год. Десятки лет прошли, а у них все еще не было детей. Однажды появились два ангела, а они кушали вместе с Авраамом, когда вдруг сказали, «Авраам, на следующий год, в это самое время, мы посетим тебя и увидим твоего ребенка, играющим в яслях». Сара находилась в соседней комнате. Услышав это, она рассмеялась. Они взглянули на Авраама и спросили, «А почему твоя жена смеется?» Он ответил им, «Видите ли, я старый мужчина». «А вы Сару-то видели?» «Все это описано в Библии. Я даю вам слово, что вы можете это прочитать». Но они зачали, и Сара родила сына по имени Исаак. Он превратился в юношу, и однажды Бог сказал Аврааму, «Я хочу, чтобы ты взял Исаака и принес его мне в жертву, но не в переносном смысле, а я хочу, чтобы ты положил на жертвенник и умертвил его». Авраам необъяснимым образом позвал Исаака, взял все, что им понадобится, и они отправились туда, куда Бог укажет им. Отметьте себе, это описано в 22 главе Книги Бытия. Когда пришли они в место, указанное им Богом, Авраам устроил там жертвенник, положил на него дрова, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он положил кучу камней, на них дрова, чтобы огонь поглотил жертву, а затем связал сына и положил на жертвенник. Но ангел Божий с неба возвал к нему. «Авраам, не поднимай руки на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. «И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ира». Посему и ныне говорится, «на горе Иеговы усмотрится». Довольно восхитительная история. Бог всезнающий, он знает начало и конец. Я верю, что Бог задолго до происходящего знал, что Авраам будет делать на этой горе с Исааком. Данная история об Аврааме, осознающем, что происходит внутри его собственного сердца. Авраам выбирает подчинить свою жизнь Богу и отдать самое ценное, что у него было, чтобы почтить Господа. Он доверился Богу. Можете проверить мои слова в послании к евреям. Авраам верил, что если он отдаст жизнь сына, то Бог воскресит его обратно к жизни. Такая уверенность выстраивалась в Аврааме на протяжении долгого времени. Прежде чем вы перевернете страницу, хочу обратить ваше внимание на важную мысль. Имя месту тому Иегова Ира. Посему и ныне говорится, на горе Иегова усмотрится. Данную фразу мы используем повсеместно. Господь усмотрит. Писание обещает, что на горе Иегова усмотрится. Я верю, Бог усмотрит, обеспечит. Но вам нужно знать предысторию, чтобы иметь уверенность проживать это. Авраам и Сара оставили свой дом, ждали десятилетия, Бог даровал им сына, и затем Бог говорит, «Удержатся ли вы этого сына себе или отдадите его мне?» И в этом месте Авраам говорит, Бог усмотрит. Это непростой жизненный путь. Я размышляю о разнице в том, когда Авраам поднимается на тот холм, потерянный в своих мыслях, находящийся под давлением, рядом с ним Исаак, а потом спускается с того же холма с радостью, свободой и избавлением после произошедшего. Почитая то, что заповедал Иисус, если мы любим душу свою и свой путь, и свои мысли, и свои желания, если все это доминирует над нашей жизнью, мы лишимся многого. Но если мы починим свой душевный подход к жизни Богу, спрашивая Его, «Что ты имеешь для меня сегодня?» «Как я могу почитать себя?» Мне надо работать. У меня есть обязанности. Есть дела, которые нужно сделать. Но как будет выглядеть, если я почту в первую очередь себя? Он отвечает, что мы не только будем иметь удовлетворение в этой жизни, но также обретем вознаграждение в жизни будущей. Царь Давид – величайший из всех царей. Мы с вами встречаем Давида первый раз, когда он еще ребенок. Самуил приходит к нему в дом, чтобы помазать его. У него есть старшие братья, более квалифицированные во всем, но Бог говорит, «Я избрал вот этого для моих дел». Идея в том, что он побеждает Голиафа, и через короткое время Давид выходит в центр внимания всей нации, сопровождаемый большим энтузиазмом народа. Бог говорит, что он будет царем, но проблема в том, что уже есть царь, у которого отсутствует намерение уступить ему свое место. Давид прожил как беглец долгое время. За ним охотятся. Бог сказал, что он будет царем. Пророк пришел, чтобы помазать его, а он живет как животное в пустыне. И после долгих лет верности Давид получает царство. Он тот, кто захватывает Иерусалим и учреждает его столицей. Давид говорит, что неправильно ему жить в доме, во дворце, и поклоняться Богу в шатре. Он захотел построить Богу храм. Давид был воином. Также написано, что он был мужем по сердцу Божьему. Бог пообещал Давиду, что из линии его родства произойдет мессия. Но Бог говорит Давиду, что он не может построить храм. Если бы я был на месте Давида, я был бы искушен взять свои игрушки и пойти домой. Если я нехорош для тебя, чтобы построить храм, оставайся в своей палатке. Вы когда-нибудь гневались на Бога из-за того, что не получили, что хотели? Я вот гневался, стоял ночью на поле и тряс своим кулаком в небеса, потому что тяжесть пути, по которому я шел, казалась нечестной и несправедливой. И мне не нравилось, как Бог проявил себя в моей ситуации. Я думал, что мне нужно было объяснить ему это. А Давид так не реагировал. Он взял этот сезон своей жизни, собрал в нем все планы на храм, обеспечил все, что им было нужно для постройки, заключил соглашение с соседствующими странами для обеспечения всем необходимым, скопил все необходимые планы для строительства, все ресурсы, нанял квалифицированных людей для выполнения работ. Помните, кто царствовал перед Давидом? Саул. Кто царствовал после Давида? Соломон. А кто царствовал после Соломона? Я не скажу вам. Вам придется покопаться в Библии. Но Давид подготовил все, что нужно для постройки храма, чтобы его сын, молодой человек без опыта, когда воцарится на троне, имел готовый набор. Команда нанята, все на своих местах, ресурсы в наличии, но Давид сделал еще что-то из ряда вон выходящее. По любви моей к дому Бога моего. Еще не было храма. Давид посвящен идее о храме. Бог сказал ему, что он не может построить его. А Давид весь в любви к храму. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего. Сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золото афирского и 7000 талантов серебра чистого. Написано, что он пожертвовал 110 тонн. Я посчитал на скорую руку, ценность изменилась, конечно. Приблизительно по стандартам валюты, тонна золота стоит 40 миллионов долларов. А он дал более 100 тонн. Тонна серебра стоит полмиллиона долларов. А он дал более 250 тонн серебра. Он совершил небольшую инвестицию в храм. А затем поступил гениально. Собрал всех лидеров и спросил, кто из них хочет поучаствовать. Храм будет принадлежать всем нам. Он сделал все, что полагал нужным сделать касательно способностей, навыков, ресурсов, доверенных ему ради того, чтобы цели Господа были осуществлены. Он сделал это сам и также созвал всех лидеров и призвал их принять участие в деле. Все стали участниками. До сегодняшнего дня первый храм, который был построен в Иерусалиме, известен под именем Соломона. Знаете, кто создал план, собрал необходимые ресурсы, заключил соглашение, обеспечил нужным серебром, золотом для декорирования? Это был не Соломон. Он всего лишь соединил все это вместе. Давид подготовил все, и Бог мог ему доверять. Он называл его мужем по сердцу своему. Подчинение наших жизней целям Божьим не уменьшит жизнь во времени, но укрепит и усилит ее. Жизнь будет вознаграждена во всей вечности. Приведу вам другой пример. Обратимся к самому Богу. Он дал нам образец. Бог тот, кто учит нас отдавать. Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог отдал Своего Сына. Почему Он так поступил? Потому что Он столкнулся с проблемой. Мы — раса бунтарей. Он дал нам правила, которые нужно соблюдать. Мы же едва можем прочитать их, что говорить об их соблюдении. Мы ропщим о том, что их нужно читать. Мы не будем это читать. Это сухо. Хотите попробовать исполнять их? Оно высушит вас. У нас были проблемы. Бог вмешался. Единственным решением за наш бунт и грех было то, чтобы кто-то взял на Себя наказание за них. И Бог послал Своего Сына. Он не послал Его на летние каникулы. Он не послал Его в тур с чудесами. Он не послал Его, чтобы просто засвидетельствовать силу Творца Всего. Он послал Его на землю, в Вифлеем, в виде уязвимого ребенка, знавшего, что Он предназначен для Голгофа. Он столкнулся с неправильным обращением, отвержением, надругательством, судебными насмешками, с наглым римским правителем, который приговорил Божьего Сына к смерти. Бог видел, как солдаты ослепили Его Сына и били Его по голове, издевательски спрашивая, кто ударил тебя. Но Он смирил Себя, потому что мы с тобой нуждались в помощи. Давайте заглянем в послание к римлянам 8 главу. Это 32 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Когда Бог просит нас почитать Его всей своей жизнью, Он не просит о чем-то, что Он не сделал в наших интересах. Он отдал нам самое лучшее, что было у Него для нас. И мы желаем принимать участие в Его вечном царстве. Но мы припираемся. Мы должны повзрослеть в Господе, чтобы научиться подчиняться Ему. Иисус Сам говорит об этом. Евангелие от Иоанна 10 глава. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее». Иисус мог заниматься другими вещами. У Него были варианты занятий. Его никто не принуждал насильно. Он Сам выбрал унижение. Он выбрал оскорбление и унижение. Он избрал страдание. Почему мы выбрали бы путь наименее приятный? Почему мы так поступили? Потому что мы верим, что есть будущее жизни. По какой причине мы бы не прятались? Почему бы мы не имели все, что мы можем, не праздновали дни напролет? Почему бы мы не поддавались любым наслаждениям, которые трогают наши души? Почему мы дисциплинируем свои души? Потому что есть будущее жизни. И мы желаем угождать Божьим очам, потому что Он нас вознаградит. Соблазном для Иисуса было то, чтобы принять поклонение Ему людей, как Царю, без победы на кресте. Не этим ли искушал Его сатана? «Если Ты поклонишься Мне, Я дам Тебе власть над всеми царствами в мире». Были времена в Его жизни, когда происходящие чудеса были настолько замечательны, а отклик людей настолько огромен, что они бы взяли Его и сделали царем. Но Иисус сказал, «Я не могу так поступить. Я здесь на задании». Могу я открыть вам правду? То же касается и нас. Мы тоже на задании. Иисус еще не закончил. Давайте посмотрим в Евангелии от Иоанна 19 главу. Здесь описан разговор Иисуса с Пилатом, правителем Иудеи. Пилата поставили, чтобы судить Иисусом. Допрос не идет лучшим образом. Иисус не проявляет сотрудничества. Пилат говорит Иисусу, «Ты отказываешься говорить со мной? Ты отказываешься говорить со мною? Не разумеешь ли, что я имею власть помиловать тебя или распять?» Очевидно, что Пилат считает себя самым умным среди всех. Можете представить его. А Иисус отвечает ему в итоге, «Не было бы у тебя власти надо мной, если бы не дана она была тебе свыше». Могу я спросить вас, Пилат действительно считался современниками, самым могущественным человеком в той ситуации? Это правда. Но такое понимание его жизни было весьма узким. Кто был правителем до Пилата? А вы помните, кто был правителем после Пилата? Известно ли вам, что произошло с Пилатом после окончания срока его правления в Иудее? Я не думаю. Единственной причиной, почему Пилат известен вам, это его разговор с Иисусом. Представьте, насколько бы по-иному все было, если бы Пилат встал на колени и сказал, «Мой Господь и мой Бог». Его жена пыталась предупредить его. Она сообщила ему, что видела сон, и Иисус невиновен. Пилат знал, что он был невиновен. Он попросил принести ему чашу с водой, чтобы омыть руки. Омыв, он сказал, что невиновен в пролитии крови этого человека. Как будто бы это сделает его невиновным в смерти Иисуса. Представьте, если бы Пилат вошел к Иафе и сказал, что не будет делать этого. Как вы думаете, вечность Пилата изменилась бы? Думаете, его жизнь и время были бы иными? Я кое-что обнаружил. Гораздо проще видеть, что следовало бы делать другим людям. Поделюсь с вами молитвой. Боже, если в моем сердце и в моей жизни есть что-то, что удерживает меня от лучшего, что ты имеешь для меня, помоги мне увидеть это. Нет ничего из того, чтобы вы отдали Господу ваше время, ваши таланты, ваши мысли, вашу энергию, ваши усилия, что могло бы вызвать у вас сожаление. Наш подход был неверным. Мы смотрели на это как на груз, на тяжесть, как будто у нас что-то забирали, и мы могли бы принести большую ценность. Нет ничего более ценного, чем взять и отдать Господу. Павел объясняет это простым способом. Он использует бухгалтерский язык. Он использовал слова «убыток» и «прибыль», «преимущество» и «чета». Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел «четую». Да и все почитаю «четую» ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Павел прошел кратчайшим путем, чтобы стать раввином раввинов. Он был лидером Синедриона, и у него было имя. Он имел великолепное образование. У него были возможности, но он встретился с Иисусом, и он переориентировал всю свою жизнь. Он стал изгоем для тех групп общества, в которых раньше вращался. Впоследствии десятилетия спустя он говорит, что все, что было для его пользы или прибытка, стало для него пылью. И все, в чем он никогда не видел себя, вдруг стало центром его жизни. Бог поможет вам провести переоценку. Это часть процесса взросления в Господе. Бог вознаградит вас, если вы почитаете его своей жизнью. Вы были рождены в его царство. Вас освободили от царства тьмы, чтобы вы перешли в царство его сына. А теперь давайте будем почитать его своими жизнями. Скажите, Боже, существует разрыв между тем, кто я есть и кто ты. И я хочу сузить этот разрыв. Дух Святой, помоги мне. Я хочу почитать тебя своим выбором. Я хочу отдавать тебе самое лучшее, что имею. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Аллена «Свобода» от беспокойства. В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой во Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Аллена «Свобода» от беспокойства. В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой во Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку.